Добрый день, дорогие друзья, любители шахмат на Ческом.ру. С вами говорит гроссмейстер Алексей Ромалинский. И следующая партия четвертого тура турнира претендентов. Белыми играл Дин Лежень, черными Аниш Гири. Что можно сказать о старте? Катастрофа. Катастрофа для Дин Лежень, одного из фаворитов. Проиграл первые две, но героическое усилие в третьей партии. Одержал важнейшую победу над Каруаной. Вернулся в турнир. Два предположения были у нас с Владимиром Добровым. В отношении того, как себя поведет китайский гроссмейстер. Первое, ну, приободрившись, он попрет дальше. То есть, с разгону на выигрыш надо теперь выходить на 50%. И еще выигрывать потом еще три подряд. Ну, и так далее. Кавалерийские очень, кавалерийские. Другая мысль была, что, наверное, все-таки эти приключения, поражение, вот этот... Потом победа, пусть даже очень важная и нужная. Но все-таки это слишком... Слишком много это. То есть, нервная система как-то слегка расшатана. И поэтому хотелось бы сыграть понадежнее. Как оказалось, все-таки День движения выбрал второй вариант. Ну, что ж. Собственно говоря, это только четвертый тур. Впереди еще очень много было партий. Точнее, шахматисты думали, что у них впереди будет очень много партий. Аниш. Ну, тяжелое поражение белыми тоже в первом туре. Ну, и близок был к тому, что еще одну проиграть. Ну, как-то вот действовал он в петросяновском стиле. То есть, надо успокоиться и играть в правильные шахматы. Ничья – неплохой результат. Главное, вот, не покатить. Не поплыть без берегов, как говорится. В общем, вышел на партию с таким правильным настроем. Что из этого получилось? Хороший такой классический дебют. Странно, да, что я этого Боголюбова называю классикой. Ну, наверное, все-таки, когда... Когда же три уже сыгранная. Ну, а первый здесь, конечно, слон Е7, а потом Д5 там в каталон. В общем, один из основных вариантов. Белый слон на два ставит не очень удачно. Ну, и ход А5. Он неплохой. Просто неплохой за черных. Много есть возможностей. Разумеется, его связывают сейчас в основном с ходом Д5. То есть, такой классический, боголюбовский подход. Я сам много таких партий наиграл. Со всеми этими Д6 и конь Д7 и так далее. Но он все-таки... Он мне 20 лет назад казался сомнительным. А сейчас, честно говоря, такой играть вообще не хочется. Додавать противнику пространство. Но все-таки надо играть в правильные шахматы. Значит, Д5. Так вот, что здесь у нас? Черные рокировались. Вообще говоря, я более знаком с ходом, с немедленным взятием на С4. Тогда белые играли в Ферд С2. Здесь... Ну, вот что? Опять же, если вернуться там, я не знаю, 60 лет тому назад, то можно найти партии Смыслова и Тайманова. В которых вот такое вот дело применялось. Я, кстати, тоже играл. Правда, не 60 лет тому назад. Маловато еще я был 60 лет тому назад. Но потом научился вот у этих классиков. Интересная, кстати, игра такая. Что-то ведь похожее играется в защите Немцовича с Ферд С2. Ну, ладно. Что об этом говорить? Ну, вот Крамник и многие другие разработали другой вариант. Взять здесь на Д2. И пойти С6. И просто пойти Б5. Ну, кажется, для чего черные все это делают? То есть, слонов разменяли чернопольных, и пешка на А5. Ну, пешка-то на А5. Понятно, зачем, да? Ну, чтобы у ладьи было возможность отойти по линии А. То есть, ход белого коня куда-то на Е5, он, в общем-то, не опасен. Здесь у белых есть двойной удар. Ну, все это правильно. Но здесь у черных такая идея. Я, кстати, по-моему, даже показывал этот вариант, когда мы вживую комментировали с Добром. Вот такая есть идея. С Ломбой-7. Вот здесь временная жертва ферзя. Черным ферзя нужно... Белым ферзя нужно отдавать назад, поскольку иначе у них совсем худо будет. С королем там на Д2 и так далее. А здесь, по-моему, все партии, которые, или почти все, которые с этой позиции начинались, или к этой позиции пришли, все закончились в ничью. У черных порядок здесь. Кстати, о каких-то вариантах, ну... Я не знаю, Крамникова играла белыми и черными. Он ведь... У него стопал, он был, а вторая партия их матча на первенство мира в листе. Так там Крамник играл белыми. Вот как раз там забирал эту пешку на Б5. Но он, правда, на А5 не бил. Он ушел в Ферзе А4. И там потом была сложная борьба. Белые, кстати, эту партию выиграли. Хотя инициативой владели черные. Но вот здесь уже нет этого двойного удара. Но если белые берут конем, ну как они отыгрывают пешку? Значит, они пойдут здесь в Б3 и будут играть без пешки. Что можно? Но, наверное... Наверное, день лежения этого не хотелось. Он пошел в Ферзе С2. Ну что он теперь делает черным? То есть... Сам по себе каталон. Ну что, бить на С4? А зачем тогда это А5 все включено? Размен чернопольных слонов, по идее, черным... Не принесет. Не должен ничего принести. Это вот ферзевый гамбит, когда играют отказанные. Там хорошо разменять этих слонов. Чтобы у Ферзя было поле на Е7. Можно было потом готовить Е6-Е5, чтобы освободить слона с С8. Но это работает против белого слона на Д3, как обычно в Ферзевом гамбите. Здесь невозможно. Какой здесь может быть ход Е5? Ну, пешка же на Д5 сразу же ослабляет. Поэтому, в чем идея вообще размена чернопольных слонов? За черным. Белым наоборот вроде бы хорошо. У них этот слон стоял на С1. Поле вот в АДИ отнимал. Очень часто бывает, что в каталоне белые вообще идут слон с Ж5, чтобы избавиться от этого слона. Побыстрее в АДИ соединить. Ведь преимущество в каталонских позициях, оно не то, чтобы вот длительное какое-то. Иногда по структуре у белых и нет ничего. Просто больше активность фигурам. Черным трудно вывести слона с С8. То есть, с этой точки зрения, ну что? А если играть С6? Ну, не знаю. Наверное, может быть, что-то и... Кстати, надо бежать этим слоном, пока его ходом С5 не отрезали. Потом черным... Ну, не знаю, насколько ход А5 полезный или бесполезный. Я не уверен. Честно говоря, мне кажется, что потеря темпа на этот ход может позволить белым где-то сыграть конь Е5. И поспопяствовать вообще движению пешки Б. Но все это разговоры. Поскольку сыграно было С5, очевидно, что этот вариант был подготовлен к Герри. И он действовал довольно уверенно. Я просто пытался объяснить, откуда этот ход взялся вообще С5. Может быть, потому что вот альтернативы уже хорошей не было. Так. Ну, ладно. Значит, взяли. А, взял так. Здесь Ферзь Б6. Я думаю, что если не было бы этого хода, тогда черные бы этот вариант не играли. Поскольку, ну что, бить конем на Д5, ну, это стандартная ситуация Каталона. Слона очень трудно развить с С8. Белый слон на Ж2 просто очень-очень силен. С другой стороны, бить пешкой и идти на позицию с изолятором, как бы, из защиты Тарыша. А что достигли-то? Ну, взяли даже на Д4 немножко рановато. И опять же, ход А5, ну, страшно уродливый. То есть, если бы не этот ход, черным просто вообще этот вариант нельзя было бы играть. Но почему этот ход такой важный? А вот почему. Белые, которые уже отошли Ферзем с Лиде, просто очень трудно защитить своего коня. Кроме как ход Е3, ничего в голову не приходит. А Е3 вообще для вот таких позиций Тарыша ужасный ход просто. Он выглядит отвратительно. Во-первых, белые наделали себе дырок по белым полям. Пешка должна стоять на Е2. Ну, вспомните, как Ван Хау играл против Герри во втором туре. Там тоже, но, правда, там из другого дебюта, там Слон Фенкентирован, там было английское начало. Но, тем не менее, пешка стояла на Е2. До тех пор, пока уже Эншпель там, уже белые потом двинули эту пешку на Е3. Наоборот, белые даже Ф3 сыграли, чтобы ограничить черные фигуры. Здесь вот это Е3 совершенно не в дугу. И Слон с Д2 теперь не может выйти на Ж5. То есть разговоров о каком-то давлении на пешку Д5 просто не существует. Ну, черные играют так. Конь бьет С6. Все это случилось довольно быстро. Я потом уже после партии подумал, может, белым попробовать сыграть конь С3. Ну, упрямство, конечно, это. Ну, пускай черные подумают. Возьмут пешку на Д4, выиграют пешку. Наверное, как белые ее отыграют. Не уверен. Анализировать я не стал. Но так по весу мне показалось, что нормальный ход конь С3. По крайней мере, как-то партию в другое русло отправить. Поскольку это совершенно очевидно, что ожидалось. И Гирис сделал ход в Адья Б8. Это новинка. Но, что тут скажешь. Если бы белые забрали эту пешку, в расчете на приятный шпиль против изолятора, ничего приятного бы не было. Особенно после такого хода. Вообще, против изолятора надо играть неспешно и аккуратно. Вот Кванхава играл. Никуда не держать и не пущать. Вот этот размен пешек по линии Б, он только черным на руку. Он почти всегда черным на руку. В позициях с изолятором. Поскольку белым становится очень трудно контролировать ситуацию. Такого рода прыжки. Ладно, день движения-то отмел. Взял. Пошел Б3. Ну, вот так вот. Вот такая жизнь в 2020 году. При первой же возможности. Как только у противников фианкетирован вот этот вот королевский слон, если его можно так назвать, надо двигать Аш-4 или Аш-5. Такая теперь методика. Сказать конкретно, вот здесь вот взятие, слон Ф5, вообще у белых какая-то трудная позиция. Коня нелегко вывести с Б1. Разумеется, в Адья Ц8 угрожает. Может быть, имело смысл пойти конь Д2, сначала этого коня вывести. Вот тут получается вот что. Если черные продолжают Аш-4, что логично, то белых есть такой ход. Отгоняя черного ферзя от коня на Д2. И здесь уже, может быть, эту пешку можно забрать. Все-таки конь вышел. Тоже гарантии нет. Разумеется, черные могут выйти слоном. Они опять же хотят пойти в Адья Ц8. Но как-то это менее ясно. Один движение пошел конь Ц3. Пешка двинулась вперед. И очень она стала действовать ему на нервы. Вот здесь вот мы поняли. Но если по дебюту еще трудно было сказать. Все-таки, ну, белые сделали нормальные ходы, которые многие шахматисты делали и сделали бы вне зависимости от их настроения на эту конкретную партию и так далее. Но вот здесь, судя по реакции Денглежега, все-таки он, приключений ему не хотелось. Как-то видимо, поизрасходовал он ресурс в первых трех партиях. Поэтому он пошел конь Е2 и привел коня на Ф4. Но идея этого хода в основном в том, чтобы отрезать черного ферзя от королевского фланга и воспрепятствовать также ходу Аш-3. Но мне не совсем понятно было еще, нужно ли было так уж обращать внимание на это. И я как-то предположил, что, ну, скажем, вот так. На самом деле, черным, наверное, черные просто не успевают вывести ферзя, поскольку в этой ситуации, если они сохраняют ферзей, почему бы белым вообще не взять на С6? Я никаких противопоказаний тому не вижу. Мне кажется, что можно и, наверное, нужно. Ну, хорошо. Это все, это все, конечно, так. Но вот, допустим, вообще нужно поговорить об этой позиции. Мы разбрасываемся, варианты какие-то обсуждаем, там, это пешкаш. Надо вообще посмотреть, вот что вот это такое, вот о чем идет разговор. Вот наверняка многие из вас, дорогие друзья, скажут, ага, все, белые уже зацепили. Уже все. Я такие партии видел, можно где-то даже на книжной полочке покопаться, достать любимые там книжечки, а там и Капабланка, или там Флор, или кто еще там. И все, а, да, блокада на С5. Я вам скажу так, что, если вы более внимательно посмотрите на все это, все дело было в положении черной пешки. Вот если черная пешка остается на А7, и белые потом успевают зайти еще в воде А5, а этой воде там вот так подкрепить, и не давать ни Ц5, а давить на А7, то да, тогда в полный Флор. А когда у черных пешка на А5, они просто двигают ее вперед на А4. Объективно говоря, у белых никакого преимущества нет. Есть еще один фактор. Ферзи разменяются, короли становятся активной фигурой. Черный король буквально через несколько ходов тут подползет. Белому королю непонятно, как вообще такое. Прямой дорожки нет. А здесь еще вот эта вот вышеупомянутая вот такая маленькая гадость. Вот этот ход А3. здесь скажу так, что если белые зарвутся, скажем, сделают такой ход, ну, может быть, зевнут или полузевнут, ну, разумеется, это была не жертва воде, то неожиданно у белых получается довольно трудная позиция. Пешка Б4, ну, да, да, главное, что король по первому ряду. Но такого рода варианта вообще допускать нельзя. Я думаю, что, скорее всего, день для Жени вот что-то такое примлекнуло в голове, и он от этого ужаса сказал, ну, не, не, ребята, ну, не надо вообще. Я тут сыграл такие три партии, у меня голова кругом идет, а так я играть просто не буду. Ну, пошел конь Ф4. Ну, хорошо. Наниш изменялся, ну, и провел свою главную идею с А4. Ну, наверное, получилось что-то похожее, да, тебе конь пришел нацепить. Вот, говоря о коне, значит, что можно сказать о коне? Вот, конь должен был быть поддержан пешкой. Я думаю, что если добавить белым пешку на Д4, а черным там на Е6 куда-нибудь, тогда можно говорить о каком-то стабильном преимуществе белых. Не факт, что оно может быть реализовано, но, а здесь конь очень нестабильный. Получается как, что белыми вот идея, в идеале, да, вроде бы задвинут эту пешку там очень-очень далеко, куда-то на А6. Может быть, выиграть там какой-то ладейный эншпиль, когда черная ладья будет пассивна. Ну, какие еще есть варианты выигрыша? Разменять своего слона на черного коня и поставить короля на Д4 и разменять при этом ладьи, да? Ну, вот мы думаем, мы мыслим вот этими схемами вперед. Ни одна из них к реальности вообще большого отношения не имеет. В реальности что получается? Ну, вот стоим мы так, и что мы вообще делаем? Ну, правильно. Мы защитим надежно эту пешку. А смотрите, он ушел, не зевнул, да, как он бьет до 7. Черные меняются. теперь блокада потеряна на Ц5. Просто, ну, не осталось фигур, которые могли бы там стоять. Даже если бы белые могли бы каким-то волшебным образом сейчас поставить ладьи с Б1 на Ц5, скорее всего она была бы разменена, а потом черные пошли бы король Е7 и король Д6. Все равно вытеснили бы ее. А потом играется Ц5, и плохой слон с Е8 атакует пешку на А4. Вот Гири, вот чем силен Гири? Ну, он много чем силен, вообще могуч, я бы сказал. Но вот такого рода вещи, о которых я долго разговаривал, и даже вроде бы я так говорю, а самого какое-то такое чувство уверенности нет сто процентов. А для него это вообще ясно все как божий день. Даже вообще как чистое как слеза вообще у него все это. Ну вот, ну просто все ему тут понятно. Поэтому никаких волнений, никаких тревог. И китайский гроссмейстер, ну, что говорится, сделался, что мог. Пытался заманить в какой-то четырехлодейный Эншпель, где были бы опасности в связи с двоением по седьмому ряду. Но они что-то такое даже не смотрят. Он всю опасность уничтожает и приходит королем вот сюда. Ну, дальше просто делать нечего. Просто даже нечего даже придумать. Походили вот они вот так. Ну, что, двигать пешку на А6 нельзя, потеряешь ее. Менять эту пешку А на пешку Е, он и раньше это мог. Но там никакого преимущества эти три против двух не дадут. Так, говоря о ходе король Д5, если вы смотрите по базам там, сделан ход король Д5, вы начинаете думать, согласились на ничью, а почему? А почему в белом здесь не пойти слон А4? Ведь после размена слонов они ставят черных там в цуксванги или просто двигают пешки А, но выигрывают в 1-1 А уходить слонов нельзя там слонов Б5 Ну, разгадка такая, что ход король Д5 вообще не был он сделан на самом деле Но ничего не согласились здесь А дальше подходит арбитр, которым нужно королей поставить друг напротив друга в центре доски Иногда шахматисты сами это делают Ну, в общем А компьютер это регистрирует как будто бы был сделан такой ход Ну, вот Не знаю, вы все это знали и так Ладник Значит, подвожу итоги Сделал я 16 роликов партии первых четырех туров Надеюсь, что вам это дело нравится Я, честно говоря, не знаю Я не совсем даже уверен как быстро они публикуются Надо мне вообще проверить все это Но нет у меня никакой как говорится с вами контакта никакого нет обмена информации Это не очень хорошо, конечно Но попробую я попробую я выяснить где это все можно найти И Но вне зависимости от того, что вы говорите Даже если вы все дружно в один голос скажете ролики Ярмолинского полная ерунда Смотреть невозможно Посмотрел 16 штук Ну просто вот Ну я подумал Ладно, если ты посмотрел 16, посмотришь еще 12 как миленький Так что я запишу все остальные Ладно, до следующих встреч